Сколько в дом пронесешь мусора, для того, чтобы нажечь, и осиновые, и березовые, и дубовые, разных и всяких. Вот так. И столько же их обратно, и вынесешь этого мусора. С наступлением осени у Елены Плетневой хлопот прибавилось. На улице похолодало. Теперь каждый вечер приходится топить печку. Елена Андреевна вместе с мужем, бывшим офицером и еще 15 офицерскими семьями переехали из Латвии в деревню Говоренки 17 лет назад. Понравилась здешняя природа, да и условия обещали хорошие. Через год в село собирались проводить газ. Но обещанного благо цивилизации Плетнева, как и другие офицерские семьи, ждут до сих пор. Зачем нам обманывать в лицо? Зачем нам на это говорить, что 1, 2, 3 июля? Ну скажите вы неправду, что там что-то не готово, что-то не так, что-то не совпадает. Это тянется вся волокита уже сколько, много лет. Вот теперь ждем 22 сентября. Хотя вот если разобраться, то уже зима на дворе. Людям готовить дрова или ждать этого газа и тоже. Газ пока проведут по улице, да? А когда в дома будут проводить? Обещали, что газ проведут в деревне и в 2009 году. Люди сделали проект и заплатили деньги. Жители соседнего села Пухтино тогда голубого топлива все-таки дождались. В Говоренке же газ опять не пришел. Вот и приходится жителям снова заготавливать дрова. Купить их удовольствие не из дешевых. Одна машина дров стоит около 6 тысяч рублей. На зиму их нужно три. Рубить же самостоятельно лес многим не под силу, особенно старикам. Кто может валять эти дрова? Не каждый человек еще умеет эти свалить. Хорошо, вот в этом году рано их дали, по времени. Вот сейчас, считай, сентябрь месяц уже многие заготовили дрова. Почему? Потому что было сухо, они успели. А вот в прошлом году и позапрошлом, там вообще в ноябре месяце, когда слякоть, когда дождь идет за шею. В прошлом году в населенном пункте наконец установили газораспределительный пункт. Вот он, до него рукой подать. А газа все нет. Осталась разводка по населенному пункту. Проекты сделаны, выверены, не единожды, собственно говоря. Уже его и проверяли, и перепроверяли. 138 домов уже готовы. Документы уже есть. В районной администрации рассказали, в этом году газ должно получить сразу два населенных пункта. Стоялся тендер, будет выявлен подрядчик, который будет проводить дегасификацию в оговоренках. Это северная часть нашей территории. И одновременно в Стрелецком будут в этом году определены подрядчики для того, чтобы завершить улицу придорожную газификацию населенного пункта. До сих пор в Адоевском районе негазифицировано больше половины сел. Жители Говоренок хотят верить в то, что долгожданное голубое топливо наконец придет в их дома в этом году, но боятся, что их в очередной раз обманут. Надежда Милехина, Олег Котельников, ТВ Центр Тула.